У меня есть сердечная просьба к вам, Владимир Владимирович, как у гражданина России, как у режиссёра. Давайте решим проблему Олега Сенцова. 20 лет, украинский режиссёр, 20 лет лагерей. В северном лагере сидит парень. Мне стыдно, что мы до сих пор не можем решить эту проблему. Умоляю вас, найдите решение этой проблемы. Это невозможно. Режиссёр, он должен со мной сражаться, не знаю, на кинофестивалях, если у него другая, в том числе, политическая точка зрения, но не сидя в нашей арктической, практически на севере тюрьме. Спасибо большое, извините, если что-то не так. Спасибо. Начнём с последнего по поводу Сенцова. Мы должны исходить из того, что мы живём в правовом государстве. И вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебными системами. Что касается его творчества, то он осуждён не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности. Владимир Владимирович, но это же очень тяжелейшая политическая коллизия была. Разве простой человек, просто так, эмоциональный, молодой, простой человек, разве он может понять хитросплетение и сложности политического момента? Дело совершенно не в его позиции. Дело совершенно не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане. Владимир Владимирович, по-русски, по-христиански милосердие выше справедливости. По-русски и по-христиански мы действовать в этой ситуации не сможем без решения суда. Решение суда состоялось. Да, есть определённые правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия. Продолжение следует...